Приветствую! В этом видео разберемся, как подключать Vulkan SDK на macOS Apple Silicon. Давайте приступим к туториалу. Возможность запуска на различных операционных системах это основа хорошего игрового движка. Давайте подключим Vulkan SDK в macOS. Устанавливаем по умолчанию скачанный пакет. Открываем подготовленный проект. Вам необходимо будет вручную указать расположение библиотек GLFW и Vulkan. Уберите галочки Codesign on Compile и уберите галочку Copy only when installing. Subpath удалите и destination у нас будет framework. Более подробная пошаговая инструкция, что откуда скачивать, куда помещать, доступна по ссылке в описании. В интенсиве 3D игровой движок на C++. Открываем файл main. Будем использовать библиотеку GLFW из OpenGL для создания окна, которая поддерживает Windows, Linux и macOS. Существует также несколько других библиотек для той же цели. Например, SDL. Но преимущество именно GLFW. Эта библиотека абстрагируется от платформы зависимых реализаций в Vulkan. И просто создает окно. А для основного математического аппарата будем использовать библиотеку GLM, уже знакомую вам, если использовали OpenGL. И для проверки именно этого примера будем использовать перемножение матрицы на вектор. Для этого из GLM подключаем определение вектора столбца, состоящего из четырех элементов. Далее нам потребуется определение квадратной матрицы размерностью 4. Для этого подключаем из GLM реализацию такой матрицы. Это мат 4х4. И далее для вывода в консоль подключаем Iostream. Он же поток ввода-вывода. На данный момент Vulkan поддерживает множество платформ и операционных систем. Именно поэтому он хорош в качестве кроссплатформенного графического движка. Для начала инициализируем окно с помощью функции GLFW init. И далее необходимо прописать некоторые параметры окна с помощью вызова WindowHint. Client API указывает, для какого аппаратно-программного интерфейса создавать контекст. Возможное значение это OpenGL API, OpenGL ES API, либо No API. В данном случае не используем API. Далее необходимо определить окно с помощью следующего вызова функции. Create Window. Тут необходимо будет предоставить ширину окна, используем 1280, высоту 720 пикселей, название окна Cosmo Engine, монитор по умолчанию и окно. В нашем случае это пустые указатели. Далее запишем количество возможных расширений графического адаптера в переменную ExtensionsCount. По умолчанию это 0. Нам необходимо использовать вызов метода из вулкана vkEnumerateInstanceExtensionProperties и передать туда название слоя. В нашем случае это пустой указатель. Переменную, в которую запишем количество расширений ExtensionsCount. И так как мы хотим вернуть количество расширений, то последним параметром передаем пустой указатель. Далее выведем в консоль значение переменной ExtensionsCount с помощью std.cout. Сначала выведем число, затем выведем текст, поддерживаемые расширения ExtensionsSupported. Для переноса строки можно использовать обратный слэш n, либо использовать std endline, то есть конец строки. Если на данном этапе было просто и понятно повторять, поставь лайк, подписывайся на канал и отправляй видео друзьям. Следующим шагом будет проверка математической библиотеки GLM. Для этого создаем матрицу 4х4 и вектор 4, после чего можем их перемножить. Так как матрица у нас квадратная, и вектор размером 4 элемента, и матрица у нее ширина и высота 4 элемента, то никаких проблем в перемножении квадратной матрицы на вектор столбец не возникнет. И записываем результат в переменную Test. Далее напишем главный цикл приложения. Ровно так же, как и на других платформах, нам необходимо опрашивать события окна. Для этого цикл будет повторяться, пока окно не закрыто. С помощью window shoot close мы проверяем это и передаем window аргументам. Далее выдергиваем события, то есть Paul Evans, или получаем события из менеджера окон данной системы. После завершения этого цикла нам необходимо все очистить. С помощью уничтожения окна на данном этапе все коллбеки уничтожатся, и события не будут доставляться до менеджера окон. После чего вызываем terminate. Эта команда позволяет уничтожить все окна, курсоры и освободить память. Далее собираем приложение с помощью комбинации клавиш command B, либо нажимаем на кнопку отладки. После чего вы уже можете увидеть свое первое окно. Осталось проверить результат перемножения матрицы на вектор. Так как перебирать всевозможные значения слишком долго, и придется организовывать цикл, в простом случае выведем длину получившегося значения. Для этого можно просто вывести длину переменной test. test.length И таким образом мы проверим, что что-то у нас записалось, и ошибок нигде не возникает. Еще раз собираем проект, нажимаем на кнопку debug, и видим наше прекрасное окно, и в консоли видим результат. 15 расширений и 4. Это длина результата перемножения. Вы можете использовать vs-code вместо xcode. В данном случае будем использовать cmake. Соберем проект с помощью cmake-build, и после чего запустим сразу же наш исполняемый файл. Нажимаем debug, запускаем и проверяем, что все работает. Видим, что у нас уже два окна, одно из xcode, а другое из vs-code получилось. Я надеюсь, тебе это видео понравилось, и напоминаю, что весь проект к данному и последующим видео уже доступен в интенсиве 3D-игровой движок на C++. Переходи по ссылке в описании, и создавай свой игровой движок вместе с киберкаалой. Благодарю за просмотр!